Доклад на эту тему я делаю по предложению нашего сопредседателя. Для меня эта тема была не неожиданной, потому что я преподаю с 1966 года в разных вузах, в том числе с 2011 года в Московском институте РУДН, Российском университете дружбы народов, где в количестве студентов, занимающихся нанотехнологической специальностью, программу которого при моём участии мы составляли ещё в 2011 году, значит, на каждую группу примерно магистров 12-14 человек, 2-3 человека иностранцы. Примерно в 2018 году уже открыли не только магистратуру, но и бакалавриат в этом университете. И то же самое на 15-20 человек студентов, которые пришли в РУДН научиться быть наноинженерами, так там это называется, значит, 3-4 человека иностранные студенты. В чём их особенность? Я... А, сейчас, извиняюсь. Посмотрим. Нет, не работает. Дмитрий Сынчич. Не хочет. Заработал? Сейчас проверим. Ну, не важно. Значит, студенты иностранные существенно, на мой взгляд, отличаются от наших отечественных. И, кроме отечественных, в РУДН полно студентов, которые набраны из бывших союзных республик. Так вот, я бы два качественных отличия отметил. Наши студенты приходят, ничего не зная о нанотехнологиях. Абсолютно. Просто вот они, им нравится название, они пришли, их приняли, они сдали какие-то экзамены. А потом, оказывается, вот Георгий Геннадьевич не даст соврать, что наши все вот студенты, которые становятся в РУДН, очень слабо подготовлены и по физике, и по математике, и по химии. И вообще говоря, он вот здесь говорил, что он спрашивал в МВТУ, чего вы хотите, о чем мечтаете, о высоких зарплатах. Если такой вопрос задавать в РУДН, то наши примерно так делятся. Мальчики говорят, хотим по окончании работать в администрации президента, а девочки очень хотят выйти замуж за олигархов. Вот два типичных, две типичных мечты. Их надо было рубить. Как это удалось сделать? Я только прежде еще скажу, что иностранные студенты отличались другой особенностью. Каждый из них, поступив в университет, имел цель быть настоящим нанотехнологом. Они знали, куда они идут учиться. Это первая особенность приятная. А вторая особенность, что каждый из них так хорошо знал русский язык, что нашим, я бы позавидовал учителям русского языка, которые учили наших студентов. Конспекты иностранных студентов русскоязычной лекции можно читать любому неподготовленному человеку. То есть это люди, которые хотели учиться. Это существенных две разницы. Как удалось заставить учиться первую половину? Самое главное в педагогике – мотив. А мотив – это желание. Как его подогреть? И вот оказалось, что для тех, кто ничего не понимает о нанотехнологиях, у нас в стране это глобально. И домашние хозяйки не понимают, и школьники, и студенты в большинстве специальностей, и гуманитарных, и технических, каких угодно. Значит, придумали такой мы учебный курс. Называется «Нанотехнологии в развитии важнейших инженерных предметов» или инженерных дисциплин, инженерных проектов. Таких проектов полно. Это и биомедицина, и здравоохранение, это и, так сказать, инструментарий биомедицинский, это и нанотехнологические задачи, когда вам надо иметь дело с наноразмерами и с метрикой, о которой сегодня была речь. Это и инженерные проекты, связанные со строительством, с дорогами, с чем хотите. Значит, нет сегодня таких государственных, ну вот сегодня Лепский обругал национальные проекты. Действительно, с его точки зрения всё правильно было сказано, но они существуют, и в каждом из них есть элементы нанотехнологии, если не дураки, руководят регионами. И, значит, мы придумали такой курс. 16 лекций о нанотехнологиях в развитии важнейших инженерных проектов. Ну, я вот вам один пример скажу. Вот тот же Малинецкий придумал проект, связанный с освоением Северного Ледовитого океана, не с помощью ледоколов, а с помощью подводных лодок, выполненных из нанобетона. Нанобетона. Он, когда проект замышлял, не знал, что существует нанобетон, который не боится воздействия солёной воды, не боится высоких температур и, наоборот, низких температур. Сегодня Москворецкий мост строится, если вы видите, с помощью нанобетона. Ну, вот это один из примеров. Таких примеров в каждом проекте можно найти. Значит, с одной стороны, читаем лекции, чтобы люди вообще понимали, что от нанотехнологии можно поиметь, а с другой стороны... Вот теперь девушка, которая сегодня рассказывала про военное училище, она сейчас меня не слушает, а ей бы... Толкни её, Гена. Значит, будет не безинтересно. Значит, каждый студент в нашем курсе должен выбрать для себя тему для самостоятельной работы. Без самостоятельной работы сегодня, когда главными технологиями в мире являются четыре, биоинженерия, нанотехнология, мемс-технологии и дистанционное образование, без компьютеризации, без обращения к интернету учиться нельзя. Но стимул можно задать очень простой. Выберите для себя тему, любую, которая вам нравится. Никакого насилия. И вот студенты выбирают, скажем, вот недавно одна студентка выбрал такую тему. Красота математики и эстетики. Значит, я поначалу испугался, думаю, чёрт возьми, что мне с ней делать? Я ей спрашиваю, а вы как это свяживаете с нанотехнологией? Она говорит, а это ваша задача, вы мне подскажите, что читать, я найду. Пожалуйста, самоорганизация наночастиц, фракталы. Вот сегодня Виктор Александрович показывал замечательные, так сказать, фрагменты, как себя ведут при повышенных температурах молекулы ДНК. Это самая настоящая нанотехнология. Так вот, первое. Выберите сами тему. Мы помогаем найти материал, которого сами не могут до конца найти, связанный с публикациями и так далее. И напишите реферат. Это первое обязательное задание. Каждый студент должен написать реферат. Не меньше 10 ссылок литературных, объём 15-20 страниц. Второе. На основе этого реферата центральную часть, связанную с нанотехнологиями, будьте любезны, приготовьте доклад на семинаре. На семинаре с устным выступлением. Без устных выступлений студентов научить их в дальнейшем быть самостоятельными невозможно. Выступают с семинарами, дома готовятся, заставляют 10 минут перед 5 страниц текста напечатали на машинке, потом посмотреть, что она может это сделать за 10 минут. Не больше 5-7 слайдов. Замечательно получается работа. И финал. Хорошие рефераты, хорошие статьи. Напишите статью студенческую. Но я вам скажу, вот, скажем, РУДН в прошлом году из 14 человек, 8, но на слайдах там где-то есть, есть даже наименование статей, которые опубликованы в специальном журнале в Томском университете. Каждый год проходит конференция по энергетике и энергосбережению. Все статьи РУДНовские опубликованы. В этом году, значит, вот у меня сейчас было две группы студентов, 24 человека. Вы можете не поверить, но 21 студент написали приличную статью. Я еще не придумал, в каком издании мы их издадим. Конечно, часть будет вот в нашем журнале НБХ, это можете посмотреть, но часть опять будет опубликована в Тамбове. Конечно, приходится ребятам помогать. Конечно, приходится помогать библиотекам. Вот о нанотехнологии мало из вас кто знает. Есть издача «Бином», теперь она называется немножко по-другому, «Пилот». С 2008 года я там возглавляю редакционный совет по нанотехнологии. Больше 50 книг, монографий, учебников, переводных мы издали в этом издательстве. Библиотеки не знают, что есть это шикарное подспорье. Сейчас вот последний год, я просто не могу об этом не сказать, мы издали 10 книжек, которые примерно одинаково все называются. «Мир физики», «Мир химии», «Мир биологии». Слушайте, это такие энциклопедические издания, примерно по 250 статей от зарождения науки вот до последних дней. полезно студентам давать это чтение. В библиотеках этих книг нет. Но я в этом смысле вот не сумел пользоваться вот этой штукой, но это уже и не важно. Спасибо за внимание. То есть мы продолжаем. Две темы. Первое. Нельзя обучить студента без самостоятельной работы. Значит, вот мой один аспирант из одной из стран, граничных с Индией, на днях будет защищать кандидатскую диссертацию по возобновляемым источникам энергии, по солнечной энергетике. Там у него на родине другого ничего нет. Но это уже научная работа. Вот ушел отсюда, выступал передо мной профессор Хавкин. Он помогал иностранным студентам специализироваться. Да, еще одну деталь не могу не отметить. Когда иностранные студенты приходят и хотят заняться серьезной научной работой, к сожалению, в России очень сильны дурацкие традиции режимные. В хороший институт никого без влияния посольства, Министерство образования почти ничего не может сделать, чтобы помочь спокойно работать в хорошо оборудованной лаборатории. Спасибо, Лев Николаевич. Спасибо. 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 Продолжение следует...